Как часто вы просыпаетесь с ощущением, будто прожили за ночь целую жизнь в каком-то другом потустороннем мире? И были вы не собой, а иным существом, чувствующим и думающим совсем не так, как люди? Пытаясь вспомнить, о чем было сновидение, на память приходят незначительные детали. Расплывающиеся силуэты собеседников и общее ощущение тревоги, безнадежности или спешки. Человеческие сны до сих пор мало изучены. Мы понимаем, сколько нужно спать, понимаем, как лечить самые распространенные нарушения сна, но чем является сон и что он значит для человека, остается загадкой. Обсуждать сны неинтересно, мало ли кому что померещится во сне. Но когда один и тот же сон снится десяткам, сотням и тысячам людей по всему миру, и каждый из них описывает увиденное одними и теми же образами, это взрывает мозг и в сознание закрадываются мысли о таинственном мире подсознания, который каждую ночь ожидает, пока мы закроем глаза. Всем привет, с вами Фантом, и сегодня я расскажу вам про сон, снившийся очень многим. Зрелище великих шаров. История Первое упоминание шаров в интернете появилось на двачах. Пользователь вспомнил свое детское сновидение, где он созерцал сферические объекты колоссальных размеров, на фоне которых чувствуешь себя чем-то чудовищно маленьким, незначительным и убогим. Причем визуально шар может быть чуть больше телевизора. И ощущением тела при этом ты понимаешь, что объект этот размером с телевизор самое невообразимо гигантское, что есть на планете. К его удивлению, в его трет десятками стали сыпаться сообщения, резюмирующие одну и ту же мысль. Господи, боже мой, я тоже их видел! Появились сотни историй о шарах. Обстоятельства и сюжет снов мог разниться, но суть была одна и та же. К кому-то виделась маленькая девочка, протягивающая в руке вселенского объема цветок. Другому снились две бесконечности в виде седых каменных глыб и натянутая между ними леска, которая жалобно пищала, когда бесконечности пытались отлететь друг от друга. На третьего во сне надвигалась мутная черная сфера. Она росла скачками, стоило ему моргнуть. Это продолжалось до тех пор, пока сфера не заполнила весь кругозор. И лицо человека не растворилось в этой сфере, став единым с мировой пустотой. Как все это возможно, никто не знал. Больше похоже на спланированный пранк, чем на реальность. Как сотням разных людей могут сниться схожие вещи? Вот пример истории о таком сне. Обычно это было на пороге сна и когда была высокая температура. В звенящей тишине, даже не звенящей, а кричащей тишине, я видел, как падал на землю тяжеленный свинцовый куб. Он падал с огромной скоростью, всей тяжестью, готовый проломить пол. Но ужас в том, что это было беззвучно. После мгновения на этот куб падали легкие, как воздух спички, будто их горсть кто-то рассыпал сверху. И вот они падали на этот куб с таким грохотом, что было невозможно это вынести. От этого контраста размеров, тяжести, тишины и грохота я сходил с ума. Упоминание бреда и высокой температуры не случайно. У всех истории о шарах были две связующие детали. Они либо происходили в детстве, до 15 лет, либо приходили вместе с высокой температурой. Под 39, 40 и 41 градус. Когда сознание теряет ясность, и человек начинает бредить. Но чаще обе ситуации соединялись. Самые подробные и врезающиеся в память истории происходили с людьми ночами, в детстве, при тяжелой болезни с крайне высокой температурой. Галлюцинации или гипнопомпические галлюцинации, введение на грани сна и будрствования при болезни – это нормально. Наука знает о них очень давно, и даже в литературе упоминания сильной лихорадки всегда соседствуют с бредом. Я находил отдельную тему, где люди делятся своими кошмарными галлюцинациями во время болезни. Там и фонтаны из человеческих тел, и темная точка перед глазами, контролирующая все мироздание. И призрачный батя, рыдающий, что сыночек умирает. Но, как оказалось, он был плодом воспаленного воображения. В реальности отец в ту ночь был на работе. У науки есть объяснение галлюцинациям во время болезни. Из-за высокой температуры мозг не может спокойно уснуть. И граница между сном и бодрствованием стирается. Получается эффект AR. Дополненные реальности. Всякие гадости и сновидения просачиваются в реальную жизнь и встают перед глазами. Но как объяснить сны с шаром? Почему они повторяются у многих людей? На двочи ответ до сих пор не нашли. Там каждые несколько месяцев появляется новый тред, плодятся идеи и домыслы, но разгадки, такое что удовлетворило бы всех, пока не найдено. На зарубежных форумах дела обстоят и того хуже. Разговоры о странных сферах и полусферах во сне возникают регулярно, но дискуссия почему-то никогда не завязывается. На реддите, например, почти все разговоры о сферах уходят в область эзотерики. Люди припоминают Кастанеду, астральные тела, гороскопы, планеты и все в этом духе. Еще одна странная деталь. Метафору шаров понимают даже те, кому снились вовсе не шары, а, к примеру, заросший ржавчинный трубопровод в глубоком подземелье. Они уверяют, что их ощущение от вида этого трубопровода один в один повторяет чувство ничтожности и величия перед шарами. Давайте разбираться, какие встречаются разновидности этого сюжета о сферах. Был обычный день, и я откисал на диване. Пенептиц за окном перебивал Моргенштерн, играющий с блютуз-колонки школьников. Ничего не предвещало беды. Служить хочешь? Я, знаете, пацифист. Природа не для того человека создала, чтобы он бомбы взрывал и ландшафт портил. Природа не храм и уж тем более не мастерская. Природа тир, и огонь в нем надо вести на поражение. Вы что, спятили? Зачем нужна война, если есть War Thunder? War Thunder — это зубодробительный онлайн-экшен про военную технику. Уничтожайте тысячи танков, самолетов и военных кораблей, не рискуя ничем, кроме своего места в таблице лидеров. Это народная игра. Создатели знали, что оптимизация — важнейшая вещь, и ей уделено много внимания. Поэтому фотореалистичность игры не требует от вашей машины каких-то нереальных ресурсов. Ставьте графику на максимум и полетели. В War Thunder вы можете бомбить на самолетах, рассекать на танках, отправляя килотонные разрушительные мощи направо и налево. Или загрузить экипаж на корабль и оказывать команде поддержку с моря. Игра против однообразного геймплея. Меняйте стиль, меняйте тактику, меняйте технику. Благо, в War Thunder для этого есть все возможности. Тысяча единиц техники в игре, и с каждым обновлением ее становится все больше. Весь обширный список разделен между семью нациями, включая Советский Союз. War Thunder крайне реалистичен. Вы можете протаранить танком самолет, рискнувший спуститься слишком низко. А как вам такое? Вражеский танк заехал на мост? Взорвите мост, пускай искупается. Качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получайте бонусы лично от меня. Одобряю. Разновидности сна. Первый вариант. Шары. Сюда попадают все сновидения, где непосредственно возникает образ шара или сферы. Они бывают трех типов. Полуреальные, когда шар вторгается в мир и повисает посреди комнаты. Полностью сновидческие, человек находится в неизвестном месте, обычно абстрактном или бесконечном, как космос или здание завода, расходящееся во все стороны. Напоминает Гига Хрущевку из недавнего ролика про самосбор. Третий тип, когда действие сна разворачивается внутри сферы. Например, человек может быть эльфом, рубить нечисть, пить пиво, но в то же время ощущать, как на него давит небосвод своим непостижимым размером. Второй вариант. Гравитация или пустота. Вторая разновидность сновидений о шарах проявляется как нарушенное чувство гравитации. Некоторым кажется, что они центр черной дыры, и пространство стягивается в них с невероятной скоростью. Они перерабатывают его, пропускают сквозь себя, ощущая себя при этом пустышками, поскольку они всего лишь кольцо, сквозь которое фокусник пропускает цветной платок. Других засасывает в черную дыру или ее подобие. Притяжение настолько сильное, а размер дыры так велик, что вестибулярный аппарат отказывается понимать, как возможна такая несоразмерность. Третий вариант. Персонаж. Часто шар маскируется под персонажа ваших страхов. Детям из сложных семей часто снится отец. Он становится огромным и своей яростью притягивает их, не давая вырваться. Это сопровождается постоянным ощущением, что вот-вот батя сорвется и отвесит пиздулей. Также персонажем может быть животное или насекомое. Как вы понимаете, в такой запутанной истории, как наша, теорий выдвигалось очень много. Тут и мистические, и конспирологические, и психологические, и медицинские, и трансцендентные уйма всего. Начнем с самых простых, очевидных и, скорее всего, правдивых. А потом, ну, вы знаете. Немного трэша. Первая теория. Метаморфопсия. Это расстройство процесса восприятия. Размер, форма, скорость и направление движения. Количество реальных объектов или явлений искажаются, и человек не может оценить мир здраво. Обычно он понимает, что с восприятием что-то не так, и его телефон не должен быть размером с дирижабль, но сделать с этим ничего не может. Есть еще ауто-метаморфопсия. Это искажение ощущения собственного тела. Известен случай, когда мужчина был уверен, что его голова размером с пшеничное зернышко, и отказывался выходить на улицу. После долгих уговоров он согласился, что голова его нормального размера, но на улицу все же не вышел. Моя голова в порядке, но ведь птицы могут этого не знать. Одна из разновидностей ауто-метаморфопсии называется синдромом Алисы в стране чудес. Он наступает из-за сильной головной боли, болезни или приема наркотиков. Человек с синдромом Алисы ощущает свое тело и другие объекты очень большими или ничтожно маленькими по сравнению с их естественным размером. Вдобавок, собственное тело кажется одновременно чем-то близким и чем-то неизбежно далеким. Как и в сновидении с шарами. Видимо, сработавший во сне синдром Алисы накладывается не на реальные объекты, а на декорации сна. Любой предмет во сне не имеет четкой структуры и легко изменяется. Внутреннее нарушение восприятия заставляет шары, откуда бы они ни взялись, разрастаться до вселенских масштабов. Что в реальной жизни невозможно, поскольку восприятие, даже нарушенное, находится под контролем логики. Во сне же никакая логика не действует. Вторая теория. Феномен Иссаковера. В 1938 году Отто Иссаковер обнаружил, что при засыпании человек может впасть в такое состояние, когда у него возникает ощущение того, что к лицу приближаются какие-то мягкие, обволакивающие, истощающие тепло объекты. Ученый сравнил эти переживания с ощущениями младенца в период кормления. Человек может испытывать чувство слияния, словно его тело и внешний мир, внутреннее и внешнее, есть единое целое. Это ученый соотносит с внутриутробным опытом ребенка. Предметы могут казаться оболочками, тенями, нечеткими и расплывчатыми, либо пустыми, как надутые шары. Что-то круглое становится все ближе, вырастает до гигантских размеров, угрожая раздавить. Но в критический момент становится все меньше и меньше, и исчезает совсем. Субъект может ощущать себя обволакиваемым объектом, либо чувствует себя закрытым со всех сторон. Очень похоже на наш случай. И это объясняет, почему сновидения возникают у людей с высокой температурой. Жар и потливость тоже напоминают внутриутробное ощущение ребенка. Третья теория. Кастанеда. В учении Дона Хуана люди являются светящимися яйцеподобными существами, заключенными в физическую оболочку. Цитата. Мы состоим как бы из двух воспринимаемых сегментов. Первый – это наше знакомое физическое тело. Второй – светящееся тело, являющееся коконом, которое могут воспринимать только видящее. И которое придает нам вид огромного светящегося яйца. Он говорил также, что одной из самых важных задач магии является достижение светящегося кокона. Это цель, которая достигается путем сложной системы сновидения и жесткой систематической практики неделания. Приверженцы этой теории считают, что введение шара в пограничном состоянии между сном, бредом и явью – это тайный читерский способ увидеть то, что видят настоящие маги. О, да. Четвертая теория. Хозяева. Теорией это назвать сложно. Это копипаста, которая гуляет из одного шаротряда в другой. Несмотря на всю свою радикальность и очевидную конспирологичность, многим она кажется привлекательной. В людях прошит код безусловного подчинения языку хозяев. Возможно, это особенность их психики, но их язык состоит из противоречивых понятий, объединенных в комплекс. Для человека приказ на языке хозяев представляет собой абсолютный императив. Можно даже приказать не жить, и человек выполнит. Попасть под влияние языка – это очень травмирующее событие для человека. Память отшибает. Остается только полувоспоминание о чем-то намного выше тебя, и оно связано с идеей противоречий, объединенных в единое целое. Шар – это точка входа состояния подчинения. За гранью вашей памяти остается тот кусочек воспоминания, в котором шар мгновенно расширяется и поглощает вас полностью. Потому что после этого вы выполняете приказ, и ничего другого у вас в голове в этот момент нет. Человек может обойти приказ и не выполнить его. Обычно тут и берут начало кошмары, потому что невыполнение приказа, даже бессознательное, – это полный трындец. Вот этот полный трындец и безвыходность вы ощущаете, когда ваше тело вспоминает, что приказ еще не выполнен. Да, дикая байка. Напоследок я порадую вас еще одним жутким наблюдением, которым делились свидетели шаров. Многие из них слышали голос. Не человеческий, очень странный голос. Как бы которого нет, но он есть. Из ниоткуда. И одновременно сразу со всех сторон. И сразу того, кто его услышал, охватывает все поглощающее, пожирающее всю радость и любую надежду, тоска и безысходность. Вся сила голоса вызывает в человеке вину. Мощную, неотвратимую вину за что-то давно и безвозвратно утраченное. Это все. Предлагаю в комментариях устроить разбор снов. В закрепленном комментарии я напишу, что снилось мне из жуткого. И жду ваших историй. Вдруг кого-то из вас тоже задалбывали эти шары. Делитесь своими историями, жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих роликах. А с вами был Фантом. Спите спокойно.